Всем привет! Меня зовут Кулик Валерьев. Я работаю проектным менеджером компании MangaSoft, попутно занимаюсь администрированием продуктов Atlassian. В целом, пользуюсь продуктами Atlassian 2016 года и имею за плечами небольшой опыт интеграции этих продуктов в разные организации, включая те, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Для кого этот доклад сегодня? Этот доклад сегодня для молодых проектных менеджеров и начинающих администраторов Jira, работающих в компании, которые переживают фазу интенсивного роста, когда количество людей и проектов заходит сильно быстро и не хватает сил и ресурсов для того, чтобы правильно настроить промышленные в своем продукте. Как мы знаем, что продукты Atlassian, они очень гибкие в своей настройке, поэтому нет единого правильного рецепта того, как это все настраивать. Мой вариант один из многих. Если он вам подойдет, я буду очень рад. Итак, кому плохо видно, можете сразу сканировать этот QR-код или попереди по ссылке и смотреть презентацию на своем девайсе. Также она, в принципе, будет открыта. Если какие-то вещи вы захотите снова пересчитать из нее, без проблем, пользуйтесь. Если хоть одному из вас она пригодится, это будет уже супер. Так, сейчас, вроде я вижу телефоны еще в воздухе. Там, если что, в конце будет продублирован этот слайд, поэтому... И все сразу телефон опустили. Хорошо. Итак, о чем мы сегодня поговорим? В первую очередь мы поговорим о проблеме с доступами. Что это за проблема? Почему она возникает? Как ее бороть? Потом мы обсудим такую себе best practice в плане доступов, которую предлагает Atlassian. Затем я расскажу о том, как мы это делаем. Расскажу, что делать, если с доступами уже на данном этапе есть бардак. Как это все починить. Дальше я расскажу свой рецепт о том, как архивировать проекты. И в конце мы поговорим про днищую security и что это такое, для чего это нужно и как это, собственно говоря, настраивать. Итак, в молодых компаниях часто бывает, ну, как и со всеми вообще отластными продуктами, и так бывает, что в самом начале все идет хорошо. Если у вас небольшая компания, человек 10, может 2 проекта, у вас все отлично, вы можете вполне использоваться теми настройками, конфигурациями, которые вам предоставляют продукты с коробки, и в принципе не заморачиваться. Но по мере роста наступает такой момент, когда в вашу инфраструктуру нужно завести заказчика. А если вы изначально конфигурировали доступ неправильно, то есть такая вероятность, что заказчик, с которым у вас NDA, зайдя в вашу Jira, увидит еще ряд каких-то других проектов, которые он видеть не должен, и у него сразу придет такое понемысля, что его проект тоже кто-то может увидеть, и как бы это уже удар по репутации, и о каком идее мы в таком случае говорим. Поэтому, если хоть одно из этих трех утверждений относится к вам, то значит, что у вас уже есть та проблема, которую мы будем решать в ходе этого доклада. Первый тезис. Новосозданные пользователи могут видеть проекты, которые они не должны видеть в сходу. Второй тезис. Вы используете Default Permission Scheme на своих проектах. И третий. Вы используете несколько продуктов Atlassian, но доступа к этим продуктам у ваших пользователей неконсистентна. Что это означает? Это, например, пользователь, который активно двигает таски в Jira, видит конфлиенс только в режиме Redongly, зато может вполне себе экспортнуть и планировать все репозитории, которые у него есть на битпакете. Такое бывает, на самом деле. Итак, почему это все происходит? Первая причина. Default Permission Scheme. Если у вас напротив Default Permission Scheme вот этот вот значатчик, это уже большой красный флажок о том, что есть беда. Вторая причина. В рамках ваших Permission Scheme выдаются права на сингл-юзера. Вот это выглядит примерно так. Чем это чревато? Вам для каждого проекта придется создавать новый Permission Scheme. Со временем этих Permission Scheme станет настолько много, что в них уже станет очень сложно разобраться. Соответственно, это будет большой бардак, и количество ошибок, которые в ходе этого будут возникать, он будет просто расти. Третий вариант. Это если вы маппите Permission непосредственно на группы, особенно на такие абстрактные, большие группы, как Developers. Есть компании, которые любят этим решить. Вот мы всех девелоперов, группы Developers нафигачили, и теперь давайте их на нашу Permission Scheme закинем. У вас произойдет рано или поздно такой случай, когда два разработчика, работающих в рамках группы Developers, не должны будут видеть проекты друг друга. И вот тогда вам придется рефакторить ваши Permission. Четвертая причина. Это все вышеперечисленное. Тут как бы на этом слайде плохо все. Тут нечего добавить. Есть роли, есть группы, есть сингл-юзер, и все это Default Permission Scheme. Но, как бы вы не поверите, на такое я на своей практике встречал, но на самом деле неоднократно. В чем проблема? И как это устранять, как это лечить? Chira нам предлагает такую штуку, как пользовательские роли. Точнее, проектные роли на проекте. Это такая сифрослойчика, которая может разделить вашу Permission Scheme. Даже не может она разделять вашу Permission Scheme. И, собственно говоря, тех пользователей, которые будут задействованы у вас на проекте. Позволяя вам делать вашу Permission Scheme максимально универсальной, переиспользуемой и применимой к большинству ваших проектов, где хватает трехролевого доступа админ, девелопер и ридонный юзер. Вот такую диаграмму нам предлагает компания Atlassian в качестве своей best practice. Расскажу пару слов, что тут происходит. У нас есть проектные роли, такие как администратор, девелопер, но я предпочитаю, когда есть три, третья это бидонный юзер. Они мапятся на Permission Scheme, которая у нас состоит из пяти блоков. В каждом из этих блоков есть определенные Permission. Затем эта Permission Scheme подключается к проекту и дальше мы на указанные проектные роли отсюда мапим наших пользователей. И таким образом получается, что у нас есть одна Permission Scheme, которая применима к различным проектам и при этом пользователи, работающие на проекте А, не могут видеть проект Б и то же самое с проектом С. Эти проекты полностью разделены друг между другом. Вот как мы это делаем. Это, по сути, табличка на этих двух слайдах будет полностью Permission Scheme, которую я в данный момент применяю на своих проектах. К сожалению, Cloud-версия продукта Atlassian не позволяет использовать Nested Groups. Соответственно, мы не можем делать вложенные группы, которые там наследуют права друг друга. Поэтому на каждую из этих Permission нужно будет добавлять по три роли, где это необходимо. Вот продолжение этого слайда. Вот она у нас выглядит так и мы активно ее применяем. для чего маппить именно группы на роли, а не юзеров. Это нужно для того, чтобы доступ между пользователем к продуктам Atlassian был консистентным. Вот, например, у нас есть здесь три группы. Здесь, как бы, индекс я замазал. Простите, индей. У них есть три уровня. Admin, Rite, Rite. Затем эти же группы в меня используются, допустим, в конференсе. Проблема этого подхода заключается в том, что в клауд-версии продукта юзер-менеджмент и групп-менеджмент он вынесен на отдельный уровень административного функционала. Соответственно, как бы, обычный project-менеджер, у которого есть какие-то усредненные доступ к функционалам Jira, он не сможет заводить туда пользователей или группировать их группы. Но я считаю, что это меньше изол, лучше, чтобы был один такой глобальный Jira-администратор, который будет распределять с чем будет много разных людей, которые могут по-разному хаотично создавать группы и делать, что им вздумается. Вот. Вот такая вот штука возникнет у вас, если вы примените мою промиссию схему на клауд-продукте. И вот такие моменты я называю вот так. Таких моментов Jira у меня было очень много, но, как бы, вот эта штука очень просто лечится. Это окошко плагина Tempo. Разработчик по имени Александр решил залогировать то время, которое он потратил на задачи. Он указал все правильно, все заполнил, заполнил, выбрал задачу в дроп-даун-меню, нажал залогировать время, и у него появилась вот такая вот ошибка. Кто-то есть поспалкивался с такой проблемой? Ну, наверное, либо они в Тотемпе не пользуются, либо они все у меня и у меня. Потому что я столкнулся и реально на него поставил в тупик. Решается очень просто. Связано это с тем, что плагины на серверной версии и на клауд-версии работают по-разному. И плагины, которые работают на серверной версии классной продукции, они интегрируются на уровне базы данных, инстагрируются в вашей инстанции, и вы как бы отлично, свободно ими пользуетесь. Плагины, которые работают в клауд-версии, они работают по BPI. И, соответственно, нужно дать вот такой вот доступ на Browse Project Permission для того, чтобы ваш плагин мог видеть, собственно говоря, ваш проект и вы смогли проводить с ним все необходимые манипуляции. Что делать, если с доступами уже полный бардак? Это вот реальный кейс, который у меня был на моем месте работы. Как я его решал? Первым делом я заполучил административные права к отлазе на инфраструктуре. Если у вас компания с доступами в бардак, то, в принципе, этот доступ получить не проблема. Дальше я локализовал всех людей, которые так или иначе отвечают за проектную разработку. У нас есть проекты разного масштаба, у нас есть и джонеры, проект-менеджеры. Соответственно, дало им простую задачу, сказал, вот вам комплей, пожалуйста, заполните. Укажите название проекта, индекс проекта, уровень доступа и имена и почты людей, которые от вас задействованы. Прошла где-то неделя, пока они мне всю эту информацию предоставили, время от времени я их стимулировал в этом вопросе. В конечном итоге я это все получил. Затем я создал провисшен схему, о которой мы говорили ранее, по тому темплейту, который я уже показывал. Дальше я создал консистентные группы, группы с консистентным неймингом, в которых менялся только индекс проекта от группы-группы. Дальше я добавил пользователей в эти группы. Вот это был, пожалуй, самый скучный момент, пункт 3-4-5. Затем в пункте 6 я промапил эти группы на роли пользователей. И это можно сделать вкладке People в Jira Cloud или вкладке Users and Rules на серверном инстансе. Только после этого нужно применять permission схемы в проекте, потому что, если вы это сделаете раньше, он исчезнет для вас, потому что вы не находитесь в соответствующей роли, которая соответствует permission в рамках этой permission схемы. Если у вас административные права, это в принципе не проблема, вы этот проект все равно сможете достать, залезть в его настройки, поменять все, как вам нужно, но если вы просто добавите схему в последнюю очередь, это сэкономит вам времени. А с учетом того, что проектов может быть много и так много ручной работы в раскладывании пользователя по группам, то есть лишний раз с этим заморачиваться, но как бы не особо хочется. Как архивировать проект? Очень просто. Из коробки Jira не предоставляет такого функционала, его в принципе это дает только возможность добавлять продуктовые категории, точнее в проект-категории к каждому проекту, но это по факту просто текстовая длина, которая ничего не даст. Я это решил очень просто, я создал группу Project Archive Admin и добавил ее в пролившую схему, точнее, добавил ее в роли на те проекты, которые уже были неактивны или заморожены. Таким образом, я их просто спрятал от всех пользователей, кому их видеть в принципе не нужно, а если вдруг по ним работа возобновится, то как бы я всегда могу их реанимировать и снова вернуть к жизни. Вот в принципе вот такой вот кейс. Теперь поговорим про security levels и для чего они нужны. Я по своей практике ими не пользуюсь. Было всего может два или три кейса в моей жизни, когда мне приходилось их настраивать, но в моей практике реально им нет места, потому что у нас все обычно прозрачно и таких проблем не возникает. Но бывают случаи, допустим, если вы ведете разработку, вы пускаете заказчика свою инфраструктуру, но вы хотите, чтобы он видел только часть задач из тех, которые у вас проходят, и хотите, чтобы он не видел, например, какие-то другие задачи, которые там в вашей внутренней кухне, которая там по разным причинам не должна быть ему отображена, для этого вот отлично подходит вот этот вот инструмент. Как им пользоваться? Открываете соответствующее меню и создаете security схему. Заполняете name и description. Всегда заполняйте description, потому что это best practice по индустрии. Если вы заполняете description, значит, это свидетельство вашего профессионализма и ответственного подхода к работе. Те, кто не заполняет description, плохие люди. Вот. Я так считаю. После того, как вы создали вашу security схему, у вас она вот появилась вот здесь. Вот она. Дальше, для того, чтобы ее настроить, вам необходимо перейти сюда в вкладочку security levels. Здесь вы можете создать по такому же принципу себе то количество уровней, которое вам в принципе необходимо. Я создал три. Дальше вы можете здесь же определить, какой из них будет присвоен по умолчанию на ваш проект. Если же вы случайно класснули и не знаете, как это отменить, то вот тут есть кнопочка, выклассываете и как бы все это исчезает. Дальше у нас появляется вот такая вот интересная менюшка, на которой мы можем макить, собственно говоря, наши security level на наших пользователей, на наши даже сегменты пользователей. Вот. Давайте разберем, что каждый из этих пунктов значит. Application Access это доступ к вашему продукту. Например, Atlassian имеет свою открытую Jira, в которой можно наблюдать за тем, как развивается их продукт, какие тикеты были взяты в работу, но, например, настроив security level таким образом, чтобы эти задачи видели только люди, у которых есть Application Access, например, Jira Software, все незарегистрированные пользователи, которым открыто этот портет, эти задачи не увидят. Custom Field Value. User Custom Field Value. Немножко непонятная штука, тут расскажу. На самом деле, все мы знаем, что в Jira можно создавать кастомные поля. Можно создать кастомное поле с input User Picker. То есть, это поля, которые, как reporter или assign, в которые вы можете указать какого-то одного конкретного пользователя. Вот. Эти поля можно создавать кастомными. Например, кастомное поле Art Director Тире такой-то человек. Соответственно, здесь мы можем ограничить Issue Security до как раз вот этого вот лебда. То же самое проектная роль. Можем ограничить до какой-то там проектной роли, чтобы, например, пользователи, которые находятся в роли Redontly, не могли видеть задачи, которые там по Issue Security лебда могут просматривать люди от роли Right и выше. Service Desk Customer Portal Access доступ к Service Desk. Репортер примерно то же самое поле, что и Dirt Custom Field Value или Carlin Tassani. Это, по сути, одно плюс-минус поле явное. Simple User указать какого-то конкретного человека. Project Lead это человек, который на уровне проекта указан как Lead проекта. Вы можете ограничить доступ задачи до него. Дальше группа или Group Custom Field Value это примерно то же самое как User Custom Field Value только у вас в Питере не в юзеры, а в группу. Собственно говоря, так это будет выглядеть потом в конце. Вот у вас есть ваш Security Level. Вот есть все сегменты пользователей, которые вам должны быть доступны. Их может быть на самом деле больше. И таким образом это работает. Все, что вам остается это взять вот эту схему и засайнить ее на ваш проект. Тут важно вернуться немножко назад и вспомнить, что в Промищен схемах есть Set Issue Security Level. Промищен такой. Вот он тоже должен быть указан правильно в вашей схеме, чтобы пользователи могли вот эту штуку правильно указывать в своих карточках задачи. Собственно говоря, вот так это работает. Еще раз на диаграмме покажу. Issue Security схему. В ней может быть много разных Security Levels и каждый из этих Security Levels может включать этот ряд идентичностей, выбранных по разному принципу, по тем десяти пунктам, про которые мы прошлись ранее. в принципе на этом у меня все. Тихонечко скажу, что у нас есть открытые вакансии, если кому-то интересно, то напишите мне отсюда. Вот презентация сама, как бы в ней только практические кейсы, поэтому если у вас будут вопросы по применению вот этой этой штуки, по рефакторингу ваших доступов, то не стесняйтесь и пишите мне в личку, как бы без проблем всем помогу, всем подскажу, либо пишите в наш общий атласный чатик. Я надеюсь, что вы уже все в нем там есть. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте вопросы. Все нету? Ладно. Короче, вопросы.